ну вот ладно вот это вот фотография вот серьезный вопрос смотрите что написал внимание президент россии в.в. путин его семья есть отравленные фрукты ответ мой конечно есть ведь не отравленные в стране не производится кстати и в мире тоже но тогда надо выгнать шею руководителей а дальше длинный список кого я бы выгнал извините я хотел сегодня в таком мажорном тоне но не получается смотрите я как обычно смотрю ну куда я нажал погода это все меня бесит знаете что хотя я стараюсь быть добрым таким мягким пушистым фотографии путина я вначале не обратил внимание вот не знаю что за новый указ лучше присесть нам не не собираюсь я так сижу я из-за этого во первых мне надоело что они ложь достигла таких пределов что уже не могут найти ни одного дерева ненарисованного и вот однажды когда они нашли вот видите я опять показываю 50 раз или сотый вот я много показал когда они нашли они вцепились в эту фотографию не стесняю что рядом дерево что это явно ветка они они саженец который растет снизу все остальное нарисовано видите нарисованы так как в жизни не бывает вообще пойдет по-старому и вот тут когда я думал да хватит я вас уже столько раз показывал же меня на меня мы на счете я тут увидел только вдруг случайно фотографию путина я подумал а ведь это первый человек стране так уважаемый человек мы выбрали поэтому без иронии без этих то среди нас разные люди вот мы его выбрали от его здоровья много зависит я представил себе на столе у него всегда должны быть а яблоки б груши абрикосы персики слева все как обычно а где они не отравлены отравлены есть у сергеева у латинкова уже элизавра ну еще нескольких это на всю страну но не помню чтобы нам кто-то обращался у меня сейчас гниет груш из десяток ведер я сегодня не было здоровья чтобы их собрать и некому было а упадет из гнет еще ведер 50 до 100 а деревне много там штук 15-20 груш просто урожай такой и вот значит никто не обращается чтобы это раз спецрейс железо быстренько собрали эти груши вот да какие груши и чтобы путина на стол чтобы дольше пожил будет лучше чувствовать это на нас кажется и не может быть чтобы потому что где-то ну вот качество плодов внешне красивая калиброванная крупная очень и все это отравлено мы про эту траву поговорим а почему нет ему на стол не положат потому что до свидания 10 потому что они эти самые все кто этим занимается для них это норма отравить 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 иначе вот и ну просто не это не вырастут они почему мы по об этом поговорим ниже а сейчас я на правах я старый большевик что такое большевик от слова большевик это уж это экстремизм это все это долой и прочее кого долой смотрите надо выгнуть в шею минсельхоз помните что они сделали с моими материалами я хотел научить серьезно научить они же не знают ничего они ничего не знают и не умеют почему потому что это чиновники они не работают даже минсельхозе они могут иметь образование университетское даже академическое но это не значит что они что-то умеют своими руками делать министерство науки высшее образование помните когда секретаршу этого ректора вместе с ним поехала москву и стала замминистра она же ты извините я к ней обращался естественно ответы не получил дальше академия наук мы все проекту по академию поговорим потому что ну я понимаю значит заслуженное все но где-то получилось так что остановились я покажу где остановились почему дальше не получилось а дальше вот эти вот бездельники я еще раз пусть у меня длинный пусть это же поле не скажу то что планировал все это норма рынок завален нет не миллионами десятками сотни миллионов саженцев с юга все они обречены все они умрут они уже продают уродов я вам покажу их так и будущее их такое минус 30 минус 35 и смерть а где вы видели россию чтобы не было минус 30 ну понятно плюс там уже дебильная обрезка плюс дебильная посадка и все все что положено и вот эти вот службы человек морда вот такая мы с снимают все что им нравится бесполезно все чиновниками как трудно стало жить а поэтому попадаются то пьяные то эти еще хуже и вот они значит подходит этот рост потреб или ростсельхоз или санитарный надзор погоны все какое-то и морда такая к этой несчастной узбечки а узбечка сидит и перед ней сотни две-три саженцев тузбекистана и они и она не русская потом был момент когда гонять начали вспоминайте вдруг сказали мы русским проходу не дают русские не могут попасть на рынок а в основном китайцы и как давай оттуда гнать их через месяц вернулась а они наняли русских то есть это не меры это глупость такая очередная была людям нервы помотали и все и вот отношение к нашей стране зависит от этого как тебе относится это тоже кстати надо знать потому что впереди тяжелые времена вот